Всем большой привет! Меня зовут Ольга. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня у меня для вас очередная распаковочка посылок с сайта Алиэкспресс. Первая посылочка небольшая сборная, в ней две посылки. И в первой посылке ко мне пришли вот такие наклейки, звездочки. Посылки так долго стали добираться, очень долго они висят на нашей российской таможне. У меня было такое ощущение, что наши таможенники праздновали китайский Новый год. Потому что посылки вот только-только сейчас начали потихонечку приходить в движение и как-то потихонечку приходить. Вот такие звездочки тоненькие. Во второй посылке ко мне пришли кисти и наклейки. Наклейки я добирала до купона. Здесь в основном надписи, сердечки. Все в черном цвете. Такие наклейки всегда пригодятся. Поэтому взяла их, даже не раздумывая, чтобы сработал купон. И вот, собственно говоря, сама посылка, из-за которой я сделала заказ. Это кисти. У многих в распаковках вы их уже видели. Красивые ручки. Сейчас поймаю фокус, покажу вам. Непривычно мне сегодня снимать в перчатках. Не могу правильно подстроиться, потому что камера фокусируется постоянно на них. Кисточки в транспортировочном клею. Хорошие кисточки, такие тоже всегда пригодятся. Так, еще одна посылочка. И в ней ко мне пришел ремовер. Никогда не пользовалась ремовером. Стало мне интересно. Заказала. Хочу использовать его в педикюре. Есть информация, даже какая-то на бутылечке. По консистенции он такой, как густой крем. Не знаю, должен он быть такой, не должен. Прям даже из пузыречка очень тяжело его достать. Вот такой вот он беленький, мутненький. Полбутылечка наполнения. Пузырек, кстати, пластиковый. Хотя из очень хорошего пластика сделан, такого плотненького. Еще одна посылочка. Добиралась ко мне с распродажи 11.11. Наконец-то пришел ко мне вот такой клей. У всех он почти уже есть, конечно. Я тоже решила заказать, чтобы не мучиться больше с фольгой. Потому что на мой клей Мисс Черринг иногда хорошо отпечатывает, иногда не очень. Не пойму, в чем причина. По консистенции такой, как топ. Пузыречек прям полнюхонький. Вот такая вот зайка нарисована. Поэтому, я думаю, название произносится как Мисс Шерринг. Ну, типа с английского Мисс Зайка. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Но хочу думать, что так оно и есть. Вот такой вот пушер. Такого из плотного какого-то силикона. Сделан тоже специально для фольги. И набор фольги. У продавца, конечно, было заявлено 50 кусочков. Но пришло 10. Но за такую цену, за которую я брала, я этому рада. Даже спор открывать не буду. Я думаю, эта фольга не очень ходовая сейчас у продавцов. Поэтому они кладут ее везде и в подарки, и в распродаже много такой фольги. Хотя, вот несмотря на то, что она рисунки крупноватые и с виду смотрится как-то на любителя. Но, я думаю, если отпечатать какими-то отдельными фрагментами, им будет даже очень интересно смотреться. И еще два набора фольги пришло мне вот в таком тоненьком бумажном пакетике. Эту фольгу я очень хотела, очень ждала. Но она тоже ко мне добиралась долго. Поэтому я уже успела посмотреть ее в распаковках у других девочек. Красивая, яркая. Вот этот наборчик в стиле граффити. Очень классный. Молодежный такой. Вся фольга яркая, печать хорошая. В этом наборе 10 кусочков по 20 сантиметров длиной и ширина 4 сантиметра, по-моему. Посмотрите, вот какой классный мальчишка яркий. Барабанщик он что ли. На этом кусочке зимняя тематика. Вьюга. Уге. Какие-то еще зимние элементы. Ну, классная. Я вот прям не могу на нее нарадоваться. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok В конце видео мы с вами обязательно протестируем эту фольгу, так что кому интересно оставайтесь до конца. Второй набор фольги не менее интересный. Здесь изображены известные личности. Вот, например, Одри Хёберн. И снова она же. Элизабет Тейлор. Посмотрите, какая она красотка. Жаль, в роли Клеопатры её здесь нет. Шикарная женщина. Грета Гарбо. Внешне она мне не очень нравится, но она такая загадочная она какая-то. Тоже классная фольга. Так, а здесь у нас в перемешку есть и Элизабет Тейлор, Мерлин Монро, Одри Хёберн. В общем, известные актрисы. Есть фрагменты из фильмов. Катрин Хёберн. Ну а здесь тоже очень известные личности, как вы видите. Майкл Джексон, Эйнштейн, Элвис Пресли, Чарли Чаплин. Также Мерлин Монро тут есть. Битлз немножко. Вот такой вот, кстати, с Джексоном плакат у меня был, когда я была совсем подростком. Так, ну и здесь тоже актеры черно-белого кино. Под газету, по-моему, какие-то тут что-то есть. Машины классные. Вот тут я усмотрела две. Так, снова девушки. Мерлин Монро. И последняя в этом наборе. Вот такая вот фольга в стиле комикса. А в этой посылочке ко мне пришел декор для ногтей, для аквариумного дизайна. В наборе 12 ячеек. Вот такой вот красивый ракушечник. Это или слюда, я не знаю. По половинке тут насыпано. Такие они тоненькие, но довольно жесткие. Ну, для аквариума это не проблема. В конце видео с этим декором я тоже попытаюсь вам что-нибудь изобразить. И здесь ко мне пришел гель-лак. Вот такой вот фирмы. Пластиковый бутылечек. Вот такой номер. И это желтый. Камера неправильно его передает. На самом деле он такой бледно-холодный желтый. А здесь у вас такой прям цыпленок. Но на самом деле цвет не такой. Наполнен пузырочек на половинку. Так, ну и эта посылка не ногтевая. Это здесь ко мне пришли пластыри. Я такие уже заказывала, попробовала. Мне понравились. Ну и тут уже большой заказ для всех моих родственников практически. Они увидели тоже срочно им это захотелось. И вот в первой посылке ко мне приходили упаковочки по 8 штук. И запах был какой-то немножко другой. Здесь какой-то такой более резкий что ли. И здесь давайте посчитаем. Должно быть по-моему 9. Да, здесь 9 штук. Но на упаковке я нигде не нашла, чтобы было указано количество. Сколько здесь их должно быть на самом деле. Но пластыри хорошие. Я уже испробовала. Мне они помогают. Ну а теперь давайте протестируем фольгу. Начну с фольги из набора граффити. На одном кусочке покажу более подробно, как я ее приклеивала. Ну и конечно же приклеиваю на новый клей, который я сушила в лампе минутку. И одну минуту дала ему остыть. Горисея англический спит. До свидания. Продолжение следует... 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 с первого слоя вроде бы как типсы перекрыл но все равно проплешинки есть второй слой все конечно исправим неплохой гель-лак за такую цену в принципе можно и покупать и хочу попробовать наклеечки заварганим небольшой дизайн так сказать импровизация приклею пару звездочек чтобы посмотреть насколько они будут объемные и надпись ну и как вы видите объема совсем нет они тоненькие слой базы и топа справиться с этим объемом ну и давайте попробуем что у меня тут получится вот с этим дизайном испытаем его тоже у меня под рукой не оказалось прозрачного геля поэтому буду использовать вот такую вот базу еще и база это такая не совсем густая так что уж не судите мне слишком строго что получится то получится так что у меня есть Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот что у меня собственно говоря получилось. Довольно интересно смотрится. Ну а у меня на сегодня это все. Если вам понравилось мое видео или было хоть сколько-то полезным, поставьте мне лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не сделал этого. Всего вам доброго и пока-пока!